Докер установлен, пора насладиться его возможностями. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Но сначала ответим на загадку из предыдущего урока. Что же у нас поменялось и поменялось существенно? В строке приглашения тут какие-то Е903, а тут докер-тест. Из первых уроков мы знаем, что то, что после собаки, это имя сервера. И что это тогда значит? А это значит, что мы установили контейнер с Ubuntu, то есть по сути с новым сервером и зашли в него. Это матрешка. Сон во сне, Ubuntu в Ubuntu. Мы сейчас в корне. Что у нас тут есть? Вроде то же самое. Заходим в root, домашнюю директорию. Что у нас тут? Ничего. Там было две папки. Посмотрим, какие образы докер установлены. Нет такой команды. Почему? Потому что докер здесь не установлен. Мы в другой системе сейчас. Здесь нет вообще ничего. Чистая система. Ну хотя бы линуксы, то хорошо. А какая? А, слэш забыл. Из корня. А система тут Ubuntu. Версия 22.04. Свежее. На сервере у нас стоит 20.04. Ну то есть теперь сюда можно установить докер, потом в него установить Ubuntu, потом в него установить докер и так далее. Понятно, что это шутка, но суть-то не в этом. Суть в том, что мы сейчас буквально одной командой установили систему, ну то есть установили сервер. И мы можем установить другую систему, можем установить вообще все, что угодно. Вот так вот. По щелчку. Ну не будем радоваться прежде времени. Не совсем по щелчку, есть тут о чем рассказать, но докер это песня. Я думаю, все уже поняли. Ладно, оставим забавы, выйдем, а отсюда вернемся на сервер. В смысле мы и так на сервере, но вернемся в предыдущую оболочку. Кстати, если написать exit просто в терминале, мы его закроем. Открываем. Итак, докер у нас установлен. Сейчас все буду объяснять, вначале может быть непонятно, потерпите. Посмотрим, какие у нас тут есть образы. У нас их тут три. Два я скачал при установке докер на ваших глазах, один до этого. Образы это если очень просто, но профи в меня, естественно, кинут камень. Несколько. Образы это дистрибутивы приложений. Образы нужны для того, чтобы запустить контейнер. А вот контейнер это уже само приложение. Это очень грубо. Посмотреть, какие есть образы, можно командой докер имиджес. Посмотреть, какие есть контейнеры, командой докер пи эс. Вот у нас тут есть один контейнер фокалборд, но это запущенный контейнер. Тот, что работает в данный момент. А посмотреть вообще все контейнеры можно командой докер пи эс с атрибутом эй. Их тут три. Давайте сначала разберемся с запущенным. Это фокалборд, таск менеджер. Он работает сейчас и опубликован в интернет. У него есть доменное имя, на него могут заходить пользователи и работать. Ну, в общем, обычный таск менеджер. Его можно остановить. Для этого нужно знать либо айди контейнера, либо имя контейнера. И то, и другое выводится по команде докер пи эс. А вот айди, вот имя. Останавливаем. Останавливается команда и стоп, как несложно догадаться. Указываем, например, айди контейнера интер все. Контейнер остановлен. Можем проверить. Докер пи эс. Нет работающих контейнеров. И наше приложение также незамедлительно перестало работать. Возмущенные пользователи звонят в техподдержку. Хорошо. Запускаем. Пустил. Пустил. Запускаемый сервер командой старт. И об этом, я думаю, также несложно догадаться. Нужно указать айди контейнера или имя. Давайте укажем имя. Посмотрим. Да. Работает. Работает ли сайт? Да. И сайт заработал. Причем остановка и запуск приложения не повлияли на наполнение. Данные остались. Запущенные доски. Пользователи. И так далее. Это важное замечание. Сейчас объясню почему. Но для этого надо окончательно прояснить связь между образами, имиджес и контейнерами. Образ — это то, из чего собирается контейнер. В образе содержатся все неизменяемые файлы, необходимые для работы сервиса. В нашем случае — focal board. В контейнере — изменяемые. Например, данные, которые вы вносите. Завели нового пользователя — это записалось в контейнер. Открыли новую доску — также запись в контейнере. Поэтому можно сказать, что именно контейнер — это работающее приложение. Образ лишь дает ему все необходимое для работы. Соответственно, вы можете создать сколько угодно контейнеров из одного образа. И все они будут, по сути, разными приложениями. Ну то есть приложение будет одно при создании, чистый focal board. Но по мере наполнения в разных контейнерах будут разные данные. А значит разные focal board. Остановка контейнера не влияет на данные. Удаление контейнера удалит все записанные данные. В следующем уроке как раз удалением и займемся.